Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сидмер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А ты этот взял, крестовый? Да нет, конечно, какой крестовый? Ты взял бы крестовый, тут же я доверен, там под городом, обратил бы его уже, плюс 10, там, там, да. Ну, как раз, сколько он уже обратил. Сам ты получил. Отличная идея подсказала, чё-то я забыл, а мы. Ну, всегда рад. Ну, зеленый! Так, кто тут флотоводец, по-моему, да? Неплохо. Средневековье и возрождение. Ты, чтобы листовый апостол, Ладоша. Где? Гей. Гей, гей. Как ты там не хулиган, мне этого, Алексей. У него у защитника веры, мне убирай, пожалуйста. Сорян. Ребята, я очень прошу, чтобы вы сопротивлялись моей религии. Я еще раз напоминаю, я буду так рад, если вы начнете апостолов мучениками делать. Я прям happy. Я не только за это. Да, объявить войну, то они будут давать. Там только за религиозные битвы. Можно же давить. Фу. Ну, так я о том и говорю. Ты видишь, от лагеря качек под Роксбургом, а где? Его жители. Что такое Роксбург? А, он мой город. Я не вижу лагеря. Ты можешь наклетку не пропускать? Ну, хотя это не важно, в общем, там есть лагеря, никого в нем нет. Забери его. Раз, на следующих. Я еду иду, овощи. Я вообще хотел там каравеллу покачать. 11, забыл. 11. У меня каравеллова, а 12. Я боюсь, вдруг. Леша внезапно приплывет. Можно на два мира не согласиться. Надо подстраховаться. На два мира? Ну, заранее дружбу продлить, знаешь. Ну, давай заранее про ты. Окей. Отлично. В общем, мы договорились. И заканчивается еще один разочек. А я поплываю на погрязь. Потому что я один раз уже попал на лёжую горячую. Я хочу, хочу напомнить, кажется, Грей, что таран используется, когда ты вышел. Возврождение нельзя. И? Просто напомнил. Он же говорит, хочешь нам сон. Таран житель. Ну, а возрождение-то где? Вышел уже. Кто? А, что не вышел? Да нет. Ацтек, тебе что-нибудь надо вообще? Через два хода денег надо. Кстати, железо вернулось все-таки. Как я? Ну, вы просто очень медленно ходили. Просе, ты больше не будешь, да, мне здесь бейерлик выбирать? Буду, я же говорю, сопротивляйся религии. Нет, ну, там мне сейчас придется тебя туда, просто это. Хочется, если вы не говорите. Ну, что же сделать, давай, объявляйся. Что поделать? Я считаю, что мы можем жить в мире, а ты просто построишь апостолов и будешь апостолами сопротивляться моей религии. Чем это плохо? Чем это первым апостолам? А ну, что ты ее тратить будешь? 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 На что? На какие? Какие издания? 10 веро входки из здания за вверх? 10 веро входки из здания за вверх? 20 ходов хотим с один монастырь или как? Что там схож? У тебя, во-первых, нету даже верования на здание. Ага, видишь, там валета, он покупает эти... Ну, тогда уж если там есть валета, выгоднее построить уже за Германию, это 3-4 священных мест, и скупать все вообще. Не трогай его. Валет отдает в центре города возможность... С лишним-то районом, это вообще бесплатно, считай просто. Ну, наверное, что-то построил в другую лишнюю району. А нет, есть чем-то еще? Так, что у нас тут, Бостон? Американец, а ты религию основал или нет? Я что-то не вижу. Я вообще не понял, как ты получил посла, что-то я туплю. У тебя где-то священное место есть? Детка не разговаривает. Так, надо миссионера отправить к Сотландцу. Так, надо прямые паруса начинать открывать. Так, надо прямые паруса начинать открывать. Ну, блин, торговую республику. Уже две каравеллы. Так, меняем. Блин, я-то постоянно... Так, во-первых, давайте пока монархию возьмем, действительно. Монархия. Дальше. Ваши торговые пути к союзнику. И апгрейд юнитов, скидка поставим. Может, еще содержание юнитов, вот так. Новые строители. Может, заменить пока? Я как-то... Хотя... Ставлю. А в Азолей можно строить, нет? Нет, венецианку тоже нельзя. Да, я заложил его. Вот ты дурачок. Я подумал, что у нас все можно в этот рамках. Почем заложил-то сколько, дали? Один зеленый, девять. Один, двенадцать, тринадцать, то есть еще две. Конечно, да. Хефсур на 85 стоит. Так, как он же в дефе? Да. Это точно средневековье. Да. Нормальная тема. Все, 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 все есть. Ну, дефе-то всего плюс шесть. Ну, а этот соседство? Семь прокачка, семь олигархи, ой, четыре олигархи наследства, четыре, просто олигархи, четыре, поддержка, пять, генерал, три, местность. Фланговых нет. Ну, так, поддержка это вместо фланг. У тебя нет фланговых. Фланговые это атакующая штука. Ну, что-то типа дал. Ты забыл тут клетки в египет египет что это за хрень ты сделал оленей взял суди по всему какую ну и все готовься к войне это просто это просто вот так вот прийти ничего не обсуждая взять выкупить все три клетки себе забрать поставив город это просто я считаю наглость даже ничего не говоря все строй юниты когда у нас там союз заканчивание но это просто ну блин чувак подводит мне город сразу скупает все клетки вокруг ну не все клетки он скупил три клеточки ради которых он в основном город судя по всему какие-то все остальное горы и на что он рассчитывал после я просто я не я не вру то есть ну поставь ты хочешь какие-то клетки там окей давай договоримся ну вот так делать это просто трындец какой-то когда у меня заканчивается с ним союз 18 ходов причина но но так и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вообще как-то, слушайте, а со шпионами уже разобрались, почему они хуже стали работать? Или это как-то, ну, у меня такое ощущение, что их постоянно захватывают. Ну, это хреновый инженер, конечно. Не знаю, где мне его использовать. Катрирема. Строителей пока. Иди, иди. Звучит. 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 так три действия наверно во всех городах вот на побережье поставлю стены вот он джидара и бандар брюней выполнил задания какие-то он детка ты тут там предложение тактики ну какие кто может помочь союзом кто может объявить войну грузии на этом ходу наверно только американец только американец да но я буду терять этот слава как довольствуешься от этого какое то слово если торгуешься нет там интереснее там вот если ты потом с кем-то будешь воевать а у тебя война висит с каким-то человеком но даже если с ним не воюешь у тебя несчастье будет падать очень медленно даже если замерз с человеком с которым вы его поэтому все эти объявления воин другой половине карты не очень с кем американцу воевать только если со мной если он вдруг придется ему в общем такая ситуация возник поляк 626 военный больше имеется там в лодках много да но у бедного египта которого не забил поляк у него вообще нету войск войск ну хана египту ну а что это блин я с египтом вообще-то в союз вступил совершенно недавно не собираюсь ничего ему делать это просто ну какая-то конкретно я как считаю такой этот плевок что ты вступаешь в союз сразу так вот бахаешь город причем я этот город видел я видел что он вел поселенца я не был вне си я не думал что вот настолько в нагло это будет сделано детка ну чё мы это союзимся не союзимся человек аж вышел лёш ты его так пристыгил что да 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 кто вышел он не выдержал в смысле египет не хочу на самом воевать на ровном месте через всю карту это же получишь штрафы скорее чем бонусы какие то какие штрафы тут тут речь о моем выживании если меня захватывает грузин как бы он получает кучу городов с районами ты сейчас уже никому не важно они уже обогнали нас на эпоху просто смешно вошлось да ну типа ну тогда тем более в чем проблема будут повоюем нам поинтереснее будет я получу какие-то штрафы потенциальные если он будет с кем-то воевать и у него сам короче андетка тебе счетчик карт для каждой раз и нации разный но чтобы он падал фул помимо того что для каждой нации он разный еще не должно быть не обманить принципе тебе вся карта говорит что не будет штрафов а заинтересованный человек против которого ты собираешься воевать говорит что будут как ты думаешь кто я я я объявлю грузии войну честно просто я с ним в дружбе не закон закончится но я давно по моему дружку заключал с ним я объявлю но дело в том что я прошел стеку прямо сейчас надо ну да у меня сейчас самая при самая контактная война он мушкетерами воюет против этих против монахов в основном 2 хевсура еще осталось тогда ждите там монахи против мушкетеров у ацтека да нет и получат проблем от этого и он просит военный союз до сверху не такая в чем проблема замириться я не могу понять ацтек при этом хочет мир он воюет мушкетерами против хевсуров и просит мир грузия не соглашается значит видимо грузин у него есть какие-то планы на захват игры объясни почему ты мир не хочешь просто не хочу вот 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 и все повоевать ему хочется я на самом деле как бы не против война это да это интересно вот тоже пытаюсь максимум выжить да ладно кто-то они я построю так ну и тем не менее вот в холмах мушкетер против хевсура 66 против 75 ничего вообще так где тут бонусы соседства промышленная зона кампус поселенец нафиг надо будет плюс 2 к жилью пока так с военным пока не договорились шландец какой хочешь союз я ему уже дал культурный союз а со мной ты возьмешь зачем у меня с тобой союз для бонуса мягкий кролан бегает научно когда да таким образом сейчас у великих такая куча очков никаких торговцев у всех оказалось не кто-то взял просто хотя подожди кто-то взял поэтому как вообще да пусть муж кто-то пропустил а великий человек индастриал эры поэтому ему накидывается как штраф не слишком быстро идиот там было не то там было двести восемьдесят три ста скольки то там а ну это тоже просто на до этого мы тоже обвиняли и был штраф но когда его взяли следующий если он уже попадает свою эру то у него маленькое количество так же обычные происходит все просто ребят . скажи такой ярко дает мне один район больше там еще на веру будет больше да так ребята чтобы вы понимали мушкетер 69 монах 71 да это мои проблемы да поэтому я прошу военный союз монах шаолиня тоже не очень понятно как они там кулаком такие в лицо это мушкетером пушки все не бейте меня пожалуйста и это не просто всякие дюцы изучают и фаерболами в лицо кидают не ну эти же там как был последний самурай это просто люди дали полыгры сильным духом отставить зачем-то религиозный союз пафан вы же потом схватить этот расплата за предательство я не уверен что я доживу надо быть уверенным ну извини не ну задачу я выполнил я золотой век набил на юнитах от стек это было тяжело оно то устроило сейчас золотой век мне еще два хода кончится обрец уже с этими великими людьми вот чес ну вот сейчас опять то есть хостом все-таки тут как получается офигительно ну 3 я отстаю от америки на 30 очков практически да и получаю этого великого человека ну да так и работает просто потому что на две десятых больше американец небось там проекты проводил да возможно ты красавчик а он нет спасибо я думаю я успею тебя обогнать там реально не хватило там 0 0 половины этого . купил бы его 200 монет стоил бы тогда чуть 200 монета кстати да купить же можно я забыл про грустно я просто трех отправил я бандар брюне не хочу не хочу перекупать обратно себе его как мне тоже не нужен а был просто никому не говорю чем-то мне потому что вы никто еще не нашел что ли кроме нас она я поберегу а мне я прям я я я я каждый раз за кругосвет куда 5 очков только 1 кругосвет я кстати не знаю дали ли мне очки или не не обратил внимание 5 очков не хватает вообще что-то не вижу а для польши совершает первое в мире кругосветные путешествия на есть не по-моему остальным тоже дают опять же заходишь на сайт cf6 . лёша играет . ру там расписаны все остальным дают а первому плюс 5 ну вот хватило бы хоть не страшно не так монахи реально избивает мушкетеров только сегодня обидно то мне даст 40 монет на знаю на ход грей давать ты дашь ну давай очень много давай не класс это папа тюбер успех Продолжение следует... 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 Ну, даже если банально посчитать количество изученных тех и сравнить, допустим, у меня последнего и американца первого, то это получится на 50%. Посмотрите на поляка, у него все так же тоже очень хорошо идет. Вон Египет тоже неплохо с наукой все. Да, так не, по науке все нормально у всех. У меня мало. Ну, кроме грузина с этим, конечно. Ну, почему сразу? У меня на 5 науки меньше, чем у немца. Почему у меня все плохо с ним? Это принижение грузинских достоинств. Я про твои достоинства ничего не говорил вообще. Но оно меньше. Как наука, это и есть достоинство. Меньше маленькое у Качечки, он сам признался. Да, маленькое достоинство украинское. Мы не задумывались о том, что преимущество потеха может еще идет не только от того, что сколько там у науки было, но это озарение. Да, да, да. У нас совсем нет проблем с озарением. В каком смысле это озарение? Ну, что он такой хороший, что он такой хороший, что вот прям на голову выше надел себе озарение. У нас в этой игре реально много озарение вышло. В смысле немного? Ну, больше, чем у меня обычно выходит. Значит, молодец. Постарался. Тут мы делаем фултаймер, ребята. Давайте, раз такое затишье, может, это все уже. Такое затишье, тут война. Виноград. Виноград. Так что никому не нужно на виноград. То есть еще один ход и сейф через ход, да? Виноград. Виноград. Виноград у меня в принципе нет. Виноград. Ну, я понял, что ты просто качаешься, очки набиваешь там. Веселишься по полной, короче. Вот это удар монаха сейчас будет. На, по-моему, шкетеру просто 85 сил и монах пробил. Мировая общественность безмолвствует. Нет, я очень возмущен. Я возмущен, что монахи могут мушкетерам что-то делать вообще. Они не просто что-то делают, они их уничтожают. Тут же еще и этот сейчас подключился. Крестовый поход. Я не знаю, можно ли больше собрать. Можно. Ну, военный союз еще, да? Что еще даст? Это... Какое-то событие, emergency. Там чуть-чуть совсем. Так, три. Два, три. Два, три. Это надо в Краков просто, чтобы дорогу провести. Из Варшавы в Краков. Эпичная. А что у нас тут по верованиям? Сколько у меня городов? 27. То есть я 54 веры получаю чисто, а не 36 почему-то. Странно. Так... Там! Э... запретный город построил забавно что у меня вроде как высокая усталость от войн но минус в городах то нет варшава не растет значит высокий плюс с ресурсов еще с чего-то с районов чего-то еще так следующим ходом сейф до врача дохода понимаешь следующий 4 5 6 7 или в конце 1 иначе сельфа делать вначале надо продать мы еще тут 20 ходов повоюем потом сохранить это бизнес мир потому что вот он повоевать потом зато 5 доигровку типа уже начисляю завтра же на работу надо идти просыпаться через 6 часов уже ты можешь не просыпаться и не ходить на работу вариант может это будет это спать да не я не знаю игра играя ты побеждал религии на 8 человек фуфа просто не очень представляю тут столько городов я уже обратил то есть если захотите религии победить меня 27 городов обращено это же заманаться со всеми этими миссионерами и это даже не половина карты 3 0 крикать надо много тут не поспоришь слушая допустим если тебя захватят когда у тебя религия религия короче все очки будут все перейдут победы религиозные или нет что не понял да нас у меня взятели да если меня нету в игре то я не побежу религиозно никак нет а тот кто тебя захватил он получит религиозные преимущества нет конечно тот только основатель религии получает только основатель может основать перекрестить всех заново у него же уже будут домики это действительно не сложно новая ах американец зашел уже в индустриализация ммм мы следующий ход не ходим уже до правильный да блин качка там столько меток наставил в начале игры ну и нигде ну я передумал ожидаем я решил району построить место поселка у меня щас есть небольшой запас крепости я на нем выезжаю щас подустраивает ооо рассинхрон перед финишем такой ну авто сейф то сохранится не я щас просто подгружусь и все у меня тоже рассинхрон так у всех рассинхрон у шестерых человек рассинхрон кроме меня а что ты виноват это не уточный ход для сейфа мне кажется нормально нормально ставьте плюсик когда загрузитесь у меня такой вопрос ведь артиллерия она имеет штрафы к атаке сухопутных юнитов имеет а имеет ли она штрафы к атаке морских юнитов не имеет поэтому она их убивает а сухопутные юниты имеют штрафы к атаке морских юнитов имеются ведущники так ну давайте тогда проговорим это правило с ядерными ракетами то есть когда кто-то первый на карте строит проект Манхэттен то есть вот желательно если вы построили проект Манхэттен вы об этом всем сообщаете и проходит голосование на использование ядерного оружия то есть если большинство против запрета то тогда никаких ограничений вообще нету если же большинство будет за запрет использования ядерного оружия то те кто проголосовал за этот запрет против друг друга его использовать не могут они его могут использовать только против тех кто проголосовал против запрета ну а соответственно те кто проголосовал против запрета у них никаких ограничений нету я поддерживаю очень красивый лёши краков сразу видно когда американец караваны все закинул чего так чего куда я сижу всех караваны в краков ну как ты видишь хороший что он в краков закинул ну потому что он 15 остальные города даже до десяточки не доросли значит там два два лишние идут с нескольких городов он всего нет вообще-то всего лишь один караван в краков бегает да а чушь такой здоровый крак ну у меня мои караваны еще есть или думал меня нету караванов да ну в экономические заключили я думал ты тоже с разных городов или ты все с краком кидал краков разгонял да нет разных ну не знаю мне пишет что только один караван от американцев краков бегает ну как ни странно мне пишет очень так же блин так может один караван всего бегает меня тогда за зависть берет что краков 15 я уже хотел жаловаться что мне стиль значит что я хочу половину на бердин по отправить половину на роксбург если что я не помню когда дружба заканчивается скачет напомнить лёше что мы вроде договаривались на еще один дружба мне бы наверно в подлодке ну индустриализацию видите я открываю две верфи надо построить подлодки пойдем а где у меня гавани вообще гавани в столице есть тут я разведываю и министерство иностранных дел делаю во вродславе есть познаний нету в быдвище надо гавань построить по меткам вообще такой две гавани так здесь значит начну хоть можно их поиграть нормально то я вчера больше в телевизор смотрел блин явка но сначала все таки меркантилизм открыть чтоб капперы строить да и лагеря тут начинают и треугольные сегодня я решил его отлучить это не точно так что со строительством так здесь я уже хочу стены построить три города со стенами морских если вдруг шотландец ко мне ломанется таки так откуда у меня и куда бегают караваны давайте смотреть два из кракова про дом а это в краков надо отправить нету дороги в краков так у меня два из варшавы из родомов краков чисто того чтобы они сами эти города выросли так это я свой уникальный юнит кстати надо еще юнитов сухопутных под настроить то есть я собираюсь в будущем на египет еще нападать у всех до переход к но выходим еще уже ходим некоторые ходят как бы например я я же не такой опытный игрок как вышли походить за полминуты нету ресурсов у египта нету ресурсов у американца вино но у него все те же те же ресурсы что и у меня так что у тебя жемчугом можно с ним поторговать я с кем-то наверное торгую нету шоколад алмазы давайте наверно так уж а шотландцам я щас у меня вот как раз мрамор шотландцам закончился так и сделаем подождите у меня там помню еще один был было чем-то можно было поторговать алёш может мне дашь выбраться оттуда то этот в плену давно как я заметил сейчас ну если ты не пойдешь мои города исследовать вернешься обратно но я только снизу посмотрю там я вижу что там есть или нет а нет не пойду вернусь обратно то есть просто через родом пойдешь обратно ой слушай по моему по моему я глюк сейчас только что словил а ты мне предложил ты мне предложил сейчас право прохода так да я туда добавил я туда добавил кое что и у меня все равно получилось принять принять предложение сейчас я гляну работает оно или нет реально а нет нет стоп странно что то а мне сейчас пришло что ты предлагаешь мне заключить договор ну это я потому что послал сейчас это вот это я добавил я уже ход закончил с сейчас не отжимается уникальный библиотеку построил да великая библиотека вам кажется что это бесполезно ну раньше довольно бесполезное было чудо оно ускоряло ускоряло технологии древнего мира не сколизей там пленные ацтеки выступают перед нашим народом она и сейчас ускоряется то же самое но при этом еще изучение случайной технологии ускоряется когда другой игрок получает великого ученого как же а в колизей кто тогда не знаю рабы он там отцовет пока когда будет забрать великих ученых а я сам не самый 9 а вот я был в том числе и уже ацтекских 16 9 то есть ребята быстрее будут получать великих ученых я буду получать ускорение техи по моему классная штука так конечно население надо как-то увеличить в этом городе тут надо наверное сделать так давайте пока построим рыцарей блин мне бы еще конечно поменять тут карточку поставить на плюс 50 процентов к строительству рыцарей так здесь давайте строителей они университету что тут надо фермы построить у кого то что науки нет чем вы там занимаетесь общественном цивилизованном мире я на острове всякой фигней за наблюдают они вон строят эти как их зовут раз двумя полосе на месте 3 давайте 4 я походил мышь иначе чего 6 7 8 для вас я вообще не могу закончить ладно не важно тут явно тоже вот города на побережье но сюда к нему будет очень тяжело пробраться мы вот эти два города надо взять 2 3 4 5 у тебя качка надо принять религию наверно мою 7 мою а что у тебя за религию ну или любую другую может свою ну 7 любую не католическую ну прими я приму нанеси у меня нет верно это поэтому может ты все таки качка мою примешь религию я не могу твою принять по моему это не очень дружественно с твоей стороны уже не дружественно ну а что ну а что у которого почти половина победы от религиозной ну что что почти половина нет это такая штука которая чем больше религии тем быстрее распространяется это тот уникальный случай когда я практически не могу помешать человеку играть религии потому что у нас есть немец с лишним районом он занимается у меня вся вера идет монахом монахом так пройдет вы выдавали на территории бы эту бессмысленную войну и ты будешь давно там на половину циенту свою веру просто посадил бы да 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 ну как непонятная вот я один город уже захватил сейчас второй захвачу какой город один ну его отбили но я просто обратно не забирает да не эти города мне вообще уже никак с крестовым походом вот без крестового похода еще можно было бодаться с ним ну так понимаешь в чем фишка там крестовый поход пропадает когда он держит город надо было отдать ему город он его держал ты бы убил его юниту в том город назад забрал когда закрепился а ты сразу город отбил и опять крестовый поход работает умный сам что ли я отказался отдать город и потом перебить юнитов и отбить его обратно это что-то нереально во-первых сам город поседает по жителям страшно очень серьезно майндгеймс тут у него каравелл вот на вот как мне надо всплывать его я все по привычке щелкаю быстрее быстрее сейчас уже таймер закончится а таймер ты длинный оказывается так хорошо сразу на душе становится декларация дружбы с грей с инвиктусом и с качечкой давайте виктора вовроцлав назначим так что пошут у меня шесть семеро назначено раз два три и пять шесть я обычно удивляюсь что шоколец не сподобился экспедиционный корпус послать ко мне поджать два крайних городов я бы уже давно так сделал да он что то не хочет еще раз союзникам посадят веры откуда можно очень удобно отправлять мы же союза заключаем так себе с обоими с вами союз чтобы на 2 стуле ждешь пока кто-то один останется шама буду играть я помогу помогу победителю проиграть так меняем карточку плюс пятьдесят процентов кавалерии содержание юнитов два влияния бонусы это все оставляем пока так рыцари что в Варшаве я что-то их в Варшаве хотел строить чтобы она у меня росла для чего аааа вспомнил военный лагерь четыре жителя требуется за пять ходов так ну давайте 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 мельницу ну может стены пока построю два хода на всякий случай если все таки о блин вон тут дуболом так брики ты ко мне уже и шпионы посадил не шпион только строить надо пересадить к шотландии откуда бонус разведки за книгопечатание блин где шотландии это в в в в в вроксбург давайте в вроксбург посажу пока хотя может его могу взять быстро блин я могу и не взять его давайте в дамбартон все таки так зря конечно ну я думал на египет нападать поэтому и сажал в египет на самом деле брики все и все и и все и следующим ходом планирую войну объявлять надо будет сначала миссионером да уплывете сар качечка там вот ниже обердина у меня миссионер я хочу чудо увидеть но может я могу и немножко религия это распространить среди неверующих шотландцев как ты на это смотришь крайне негативно чего у тебя бесполезная религия для меня смысл как бесполезная ты можешь строить священные места вместо театральных площадей культуру получать не хочу и при этом ты предлагаешь мне декларацию дружбы заключить до тому что мы заключали договаривались об этом ранее смысле мы договаривались ранее о чем что бесконечно с тобой декларацию дружбы заключая нет что мы еще 1 примерно 4 или 5 ходов назад на проговорить там я очень удивился увидим класс не суши если ты не даешь мне распространять религию то я не буду с тобой дружбу заключать мы договаривались и я не строил лодочки после этого договора что это прямой обман так нехорошо вести дипломатия вот и поешь ты себя заключу с тобой дружбу я буду распространять все религию ты ничего не сделать я надеюсь ты не будешь не давай так либо я заключаю дружбу с тобой распространяю религию либо дружбы не продала по что извини ты сейчас сел на двух стульях такое и меня еще обвиняешь в том что я некрасиво как-то поступаю есть есть хочешь распространяя против но дружбу я соблюдаю наш договор ранее предлагаю тебе такая позиция я просто думаю вы понимаете вот захват шотландца в данном случае он вообще как бы она являю метаюсь просто туда-сюда ты чем не мешает шотландца не ничем не мешает то есть ну да у него так что ты как бы можешь распространять на я не в восторге от этого я лучше к нему 10 я приду распространю религию а пойду захвачу египет продай с египтом я долго еще союз но за колеса могу до 10 ходов я халец кому дал союз чем от стек что кацтеку 62 кацтеку что это такое халецкому 13-1 просто вот 13-1 в пошли египет сносить ну давай какой-то союз хочешь я не могу дать тебе союз я могу дать только дружно смысл не может по союза уже есть которые мне надо это а где еще какое чудо расскажите у кого там есть еще чудо то есть я нашел три чудо получается белые скалы дувра бухта холонг и вот то что у шотландца вот это что тут и и яф ядлая кудль есть озеро крыть давался какое озеро у тебя есть крейтер а около какого города майндс серьезный чудо крейтер лейк циви я просто был на нем это американская фигня в оригоне нет вашинг нет в оригоне давайте купим клетку ну тут сделаем вот тут такие раз два три три вот тут все фермами надо уделать нет тут мы рыцарей строим тут мы строим строителей пока баллон пускай стоит я построю тут военный лагерь но это этот город и все равно буду захватывать и обидос буду захватывать и вообще наверно уничтожать и вообще наверно хочу египет полностью захватить вот он полегче слушай американец такой немножко общий вопрос какие у тебя планы в дальнейшем на игру я понимаю что оно так как-то не хочется раскрывать но в принципе может мы как-то разделим сферы влияния то есть например для тебя вот северная часть карты так завуалирована скажу для меня южная и предлагаешь чтобы я забрал немцы ты забрал как вот он нет что делать ты будешь я мне пофигу я как бы но в общем то есть короче запасе этого египет без сопротивления моего тогда да да это очень это очень плохая что это очень так сказать один им плюс я не на континенте ничего страшного ну американец смотри то есть нам друг с другом воевать я я не вообще не вижу ну профита например для себя от войны с тобой даже несмотря вижу про качечка можно мы поговорим а потом ты свое экспертное мнение выскажешь потому что ты сильный соперник с тобой выгоднее в союзе быть торговать египет получился немножко и и релевантным парнем то есть они не знаешь чего от него ожидать поэтому мне проще именно с ним воевать тем более что у тебя тоже есть другой сосед которые очень даже вкусный имеется просто если ты решишь на меня нападать вместо немцы это по-моему будет сложнее нет я вообще не говорю что ты должен вообще на кого-то нападать в принципе посмотреть нападать на себя то у меня хотя бы будет бонус от моей обилки расовой правильно но ты будешь нападать против флота который у меня тут в 20 штук имеется то есть ты не можешь забрать города мои никак тебя будет просто сухопутная армия ты разрушить их не сможешь ты у тебя просто вся армия будет умирать от моего флота смотри влюблен лоджер и все твой флот и не поможет да да кстати я уже молчу о том что два твоих города что же у них не даже три твоих города уничтожатся два из которых самые классные твои города да пожалуй то есть здесь как бы выстрел в ногу получится скорее ты это может быть ну возможно я я считаю что нет но возможно ты считаешь что ты сможешь взять мои города но при этом твоя столица и балтимор умирают но в орлеан я не считаю вообще как и зачем его туда поставил из ты уничтожь я буду только рад окей все можно можно мне нет продавать давать короче лёша хочет религии задавить это видно что у него прям тот самый эффективный вариант если если он вдруг будет побеждать религии я думаю все знают что надо делать стандарт мы на этой почве можем заключить крепкую мужскую дружбу а если я не буду побеждать религии тогда мы не будем дружбу заключить чтобы побеждать религии он должен как-то меня но я думаю 30 вера в ход несложен сколько нам нужно захватить стивилизации чтобы религия была доминирующая и все я на половину все это не так у меня может у плану неважно так вот так берется так щитчик методичная в самом деле я рассматриваю два варианта возможных первое то вы действуешь и просто выиграть будет очень геморрой и очень долго в следующем поле мне кажется веселее когда выносить лёшу и выигрывать я бы я в этом месте к этому варианту подошел раз но часто говоря я не уверен что не получится это сделать так как все же для сухопутных войск тут очень неуточная и очень удачная фоказ а вот самый может высотники в принципе будут все нормально чувствовать все у него между краковым и так далее вот в этом не несомненно то есть тут она будет работать но ты при этом не получил ну как бы у тебя тоже будут проблемы не смогу защитить свою столицу я не смогу защитить балтию по моему лучший вариант все таки немцы выносить в то время как я выношу египет моему лучший вариант вообще никого не выносит согласен война это скучно ты там сиди сиди со своей своей шотландии нет 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 но я надлится уже сколько восемь семи ходов игройдет а война при семьдесят семь это ничто есть захватив немцы ты получишь тот же самый профит захватив меня захватив тебя я во первых получаю профит потому что у тебя хорошие города давай признаем это ну а у немца что плохие выключить себя из выключить себя вообще из ну этот плюс то он вряд ли будет серьезным соперником а вот ты очень высокие шансы имеешь видеть в этой игре да только при условии что ты меня действительно захватишь ну да только при условии что я тебя действительно захвачу если мы будем с тобой бодаться долгое время то у немцы будут не все шансы кстати выйти вперед ну так и у египта будет шансы я тебе потом говоришь если мы с тобой воюем то есть вероятность что с другой стороны на меня еще набирает египет например и ты не все мои города забираешь а забираешь только часть а на тебя еще может немец напасть а заключив такой пакт у нас нету нету никакого шанса что у нас будет второй где-то если немец вы бы хоть военный союз заключили я не знаю если ты пойдешь на лёшу я буду с тобой дружить тогда американец я тебе обещаю на тебе не нападать опа инвиктус делает ход ну это это в стиле инвиктуса инвиктус лишь бы не воевать ни с кем но он мирный израиль нет он мирный немец это очень странно ну я готовлюсь готовлюсь блин я с этими разговорами так ну главное я еще раз повторюсь готовлюсь к миру готовлюсь к миру да если хочешь мира готовься к войне правильно если хочешь войны готовься к миру а инвиктус красавчик честно говоря мне просто не очень нравится идея вынести беззащитный маленький египет там пирамиды есть где-то туристы ездят египет нифига не маленький на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока пока